Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Возвращаемся к привычному ритму жизни, но не все и не сразу. В Самарском регионе частично снимают ограничения. Почерневшие берега неизвестные сливают в реку Самару мазут. Раньше запланированного срока в Самаре приступили к ремонту дворов. На минувшей неделе в Самарской области частично сняты ограничительные меры, но не везде. Список городов и районов огласил губернатор Дмитрий Азаров в своем аккаунте в Инстаграм. Решение глава региона принял после совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам по поддержке граждан. Его в режиме видеоконференции провел президент. Владимир Путин объявил, единый период нерабочих дней для всей страны завершен. Но борьба с эпидемией коронавируса продолжается. Подробности в нашем следующем сюжете. Из режима ограничений Россия начинает выходить поэтапно. Президент Владимир Путин объявил, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается 12 мая. Но борьба с эпидемией коронавируса не заканчивается, поэтому профилактические меры сохранятся. Ситуация в регионах различная, отличается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее получили возможность принимать гибкие решения с размерным уровнем рисков. Сегодняшним указом эти полномочия подтверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ ситуации, на мнение главных санитарных врачей, будут принимать решения о характере ограничительных и профилактических мер. О том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять. В Самарской области ограничения сняты частично. За сутки в регионе зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в области достигло 1083. В регионе организована 2641 койка для лечения пациентов с COVID-19, что на 473 койки превышает плановый показатель, определенный Минздравом страны. Из них 1092 с кислородом и 766 с аппаратами ИВЛ. Работа по увеличению коечного фонда продолжается. Уже к 22 мая развернут порядка 70 мест на базе Волжской центральной районной больницы. Также принять больных коронавирусом будут готовы клиники Самарского медицинского университета. Там подготовлено 100 коек. Кроме того, к 20 мая будут развернуты дополнительно 120 коек на базе больницы Середавина. Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в своем аккаунте Instagram. Он рассказал, какие именно ограничения сняты и с каких территорий региона. Таких муниципалитетов у нас 22. Я их зачитаю. Это Кинель, это Октябрьск, это Отрадный и Похвестнево. Четыре города. И 18 муниципальных районов. Даем возможность работать предприятиям розничной торговли, даже тем, которые торгуют не продовольствием и не продуктами первой необходимости. Но с какими ограничениями? Это магазины, которые имеют торговый зал площадью не больше 400 квадратных метров и отдельный наружный уличный вход. При условии нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 15 квадратных метров площади торгового зала. Также мы в таких муниципальных образованиях снимаем запрет на посещение парков, лесопарков. В своем обращении президент большое внимание уделил поддержке экономики и сохранению занятости населения и рассказал о введении дополнительного пакета мер для бизнеса. С 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Воспользоваться ей смогут все предприятия, которые пострадали в современных условиях, включая социально ориентированные НКО. По оценке главы государства это позволит поддержать порядка 7 миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОД на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения кредита 1 апреля 2021 года. Президент объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Всем, кто воспитывает детей в возрасте от 3 до 15 лет, нужно обратиться за единовременным пособием в размере 10 тысяч рублей. Получить его можно будет с 1 июня текущего года, а обратиться за пособием можно уже сейчас. Дистанционно через портал Госуслуг или через отделение пенсионного фонда. Специальная федеральная доплата на 3 месяца с 15 апреля по 15 июля устанавливается для сотрудников социальных учреждений. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 тысяч рублей. Лариса Шлафаст, События. В пенсионном фонде разъяснили порядок оформления документов на получение новых президентских пособий на детей до 3 и от 3 до 16 лет. Уже в первый день после указа президента к ним обратилось порядка 15 тысяч получателей. А всего в регионе более полумиллиона детей, которым положены эти выплаты. Как оформить документы и кто имеет право на материальную помощь, выяснил Олег Зверев. Молодой отец двух дочерей Павел Кравцов сегодня пришел в клиентскую службу отделения пенсионного фонда для получения страхового номера индивидуального лицевого счета для младшего ребенка. Это необходимо в том числе и для того, чтобы получить положенные выплаты, о которых президент страны Владимир Путин говорил 11 мая. Как подать документы на пособие, Павел уже определился. Я планирую это сделать исключительно в электронной форме через сайт госуслуг. Почему? Это очень удобно. Последние несколько лет при получении каких-либо услуг государственных, я думаю, целесообразно пользоваться именно электронной форме. Еще раз говорю, очередь, которая предлагается по телефону, она неизмеримо больше. Написать заявление на сайте госуслуг – это лишь один из способов подачи документов. Также можно лично посетить клиентскую службу по предварительной записи или подать заявление через МФЦ. В пенсионном фонде говорят, что сейчас в связи с выплатой на детей возник ажиотаж, а с ним и очереди. В Самарской области более 470 тысяч получателей единовременного пособия – 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. И более 40 тысяч нового ежемесячного пособия – 5 тысяч на детей до 3 лет. Все претенденты деньги получить успеют. Написать заявление можно будет до 30 сентября включительно. Важно, чтобы возраст ребенка строго соотносился с датой выхода указа. Единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет положены на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая до 30 июня 2020 года. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей теперь положены не только правообладателям материнского капитала, но и всем семьям на детей, не достигших трехлетнего возраста в апреле, мае и июне. Теперь выплата полагается всем семьям, имеющим деток до трехлетнего возраста, независимо от наличия права на материнский семейный капитал. То есть сюда попадают детки, рожденные в 2017 году, в 2018 году, в 2019 году. Семьям, родившим детей в 2020 году, выплаты уже назначены ранее, как имеющим право на материнский капитал. Следует также отметить, что один и тот же ребенок может получить разные виды пособий. Если ему исполнилось 3 года в мае, семья может получить сначала ежемесячные пособия 5 тысяч рублей, а потом еще и единовременную выплату 10 тысяч. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Финансовую поддержку окажут самозанятым. Предприниматели Самарской области получат денежную помощь. Ее можно будет направить на выплату налогов. Подробности в нашем следующем сюжете. Смотри, вот в этом кадре ты идешь слишком медленно и поздно поворачиваешься. Давай чуть-чуть побыстрее пойдем. Евгений Гапов работает сам на себя. Снимает коммерческие видеоролики. Полгода назад он зарегистрировался как самозанятый. Говорит, хотел работать легально, плюс новый статус. Предлагает выгодные условия по налогам. Сейчас Евгений платит от 4 до 6 процентов от суммы своего дохода. В эту ставку входят и отчисления фонд медстрахования. Из-за распространения коронавируса доходы мужчины существенно сократились. Поэтому, когда узнал, что самозанятые получают от государства 12 130 рублей на выплату, он сразу же подал заявку. Любая помощь от государства будет как никогда кстати. Ту поддержку, которую государство оказало мне, позволит не платить налоги на прибыль до 200 тысяч рублей. Для меня это очень существенно. Эту меру поддержки для самозанятых анонсировал президент России Владимир Путин. Он также предложил им вернуть налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме. Эти люди поверили государству. Поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Особый налоговый режим для самозанятых введен в 2020 году. Всего за 4 месяца в таком формате оформили свою деятельность более 15 700 жителей региона. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Самарские предприниматели активно пользуются федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы не увольнять своих сотрудников, руководители предприятий берут беспроцентные кредиты. На каких условиях выдают займы, расскажет Андрей Горгуленко. Марина Железнова – руководитель отдела продаж небольшой компании, которая занимается продажей декоративного камня. Снижению покупательского спроса им не привыкать. Товар сезонный. Осенью и зимой выручка падает на 40%. Но этого обычно хватает, чтобы выполнять обязанности перед сотрудниками, арендодателем и поставщиками. Теперь ситуация иная. Из-за пандемии доходы фирмы сократились на 70%, что оказалось критичным. Избежать увольнения специалистов помог беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Именно сохранить возможность хотя бы выплаты базовой, чтобы у людей было понимание, была уверенность в завтрашнем дне и было желание продолжать работать внутри нашей компании. Потому что, конечно, очень не хотелось бы терять профессионалов и заниматься потом поиском новых сотрудников. Все-таки здесь очень важный вопрос и доверия, и уверенности в людях. Поэтому любому бизнесу важна, конечно, его команда. Сохранение коллектива – главный смысл государственной поддержки, отмечает президент России Владимир Путин. Ключевые условия – получение такой помощи, сохранение штатной численности на уровне не менее 90% на 1 апреля. А если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на этой цифре, то после истечения срока кредита и сам он, и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Мы поддерживали и будем поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес, сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников. Выдача беспроцентных кредитов – это федеральная поддержка бизнеса. На региональном уровне по поручению губернатора Дмитрия Азарова созданы и свои финансовые меры поддержки предпринимателей. Например, гарантийный фонд Самарской области выдает кредиты на льготных условиях, а также предоставляет отсрочку по основному долгу по уже выданным микрозаймам. На данный момент гарантийный фонд Самарской области уже представил 23 микрозайма на сумму более 51 миллиона рублей. На рассмотрение 22 заявки на сумму 59,5 миллионов рублей. Из них уже одобрено 5 заявок на сумму более 14 миллионов рублей. Подробную информацию можно найти на едином портале mybis63.ru. Именно так и сделала Марина Железнова перед тем, как оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. Мария Ильевна, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. На месте бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист» начали готовить площадку для строительства школы. Она будет рассчитана на 600 мест. Когда образовательное учреждение откроет свои двери, узнал Анатолий Головко. Начало положено. На пятой просеке приступили к строительству новой школы. Здание возведут на месте заброшенного спортивно-оздоровительного комплекса «Экономист». Сейчас подрядчик занимается подготовкой площадки. Специалисты демонтируют старые здания лагеря и вывозят строительный мусор. Завозится строительная техника, строительные вагончики, необходимые сыпучие строительные материалы, которые в будущем будут применяться при строительстве. И также в ближайшее время по завершению работ подготовительных подрядчик у нас приступает к рысью патлована под зданием. Классы будущей школы спроектируют и оборудуют по самым современным стандартам. В учебном учреждении появятся библиотека и книгохранилища, медкабинеты и большая столовая на 320 мест. В спортивном блоке хотят разместить тренажерные и хореографические залы, а также раздевалки. По словам местных жителей, школа на пятой просеке просто необходима. Ну, школа необходима, конечно, потому что здесь очень много жителей, очень много новых домов построили и очень много, ну, как бы заселяются. Детишек очень тоже много, соответственно, школа нужна, конечно. Детей очень много, многие учатся с этих районов в других школах, поэтому я считаю, что школа здесь необходима. Школа, это, вы знаете, ну, я не знаю, что может быть сейчас важнее, чем постройка школы в этом районе. Спасибо вам большое, что вы этот вопрос поднимаете и каким-то образом вообще обсуждаете. Школу на пятой просеке включили в национальный проект образования, который инициировал президент России Владимир Путин. Положительное заключение по проектной сметной документации получили в феврале 2020 года. Параллельно со строительством учебного учреждения в Самаре запускают процедуру проектирования второй очереди. Школы на 850 мест с детским садом. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самарские призывники, несмотря на самоизоляцию, готовятся отправиться служить в армию. Какие меры безопасности в связи с коронавирусом приняты на призывных пунктах города, расскажет Сергей Кизоркин. Боксер, кандидат в мастера спорта Алексей Христофоров рассказывает, ситуация с коронавирусом не позволяет полноценно тренироваться, а в армии физподготовку никто не отменял. К тому же Алексей специально несколько лет готовился к службе в элитных частях. Мечтает попасть в армейский спецназ или в разведку. Если повезет, то и в президентский полк. Самарская молодежь там на хорошем счету. Пойду служить, наверное, скорее всего по контракту, так как хочу быть полезным обществу своему. Этап жизни такой, который, мне кажется, стоит пройти. На КПП районного призывного пункта бригада медиков измеряет температуру тела каждого входящего. Если начальный этап пройден, врачи выдают средства индивидуальной защиты. Это одноразовая маска, перчатки и бахилы. Затем строго по одному молодые люди проходят медкомиссию. И если все хорошо, получают заключение призывной комиссии. В этом году к здоровью новобранцев особое внимание. До этого мы все работали только в режиме онлайн. Сотрудники военкомата обзванивали призывников, выясняли все вопросы, заполняли анкеты. Работали с теми, у кого предъявляли жалобы заранее. Все документы говорили, которые нужно будет принести. И уже сегодня вызвано 35 человек для того, чтобы вместо в три потока. Получается по 11 человек в час. Вирус COVID-19 не изменил план призыва в российскую армию. Компания, как и положено, стартовала 1 апреля. Самарская область отправит служить этой весной 3000 человек. 12 мая в регионе открылись 32 призывных пункта. В армии сейчас самое безопасное место. Почему? Потому что оградить нашу молодежь сейчас на улицах очень сложно. Сами понимаете, ни один родитель этого не сможет. А в армии все-таки порядок и контроль. Первый эшелон новобранцев отправится в армию уже в ближайшие выходные. Перед этим каждого протестируют на коронавирус. Зараженные окажутся на больничной койке. Здоровые поедут в часть, где попадут на двухнедельный карантин. И только после этого начнут службу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Река Самара почернела. Мазутное пятно появилось на берегу и в самом водоеме неподалеку от улицы Набережная. Тревогу забили жители в социальных сетях. Что грозит нарушителям и насколько серьезный урон нанесен природе. На месте выясняла наша съемочная группа. На берегу реки Самары веет далеко не свежестью. Здесь стоит резкий запах нефтепродуктов. И вот, собственно, его причина. Берег буквально почернел от мазута. Пятна мазута на поверхности воды и на берегу реки Самары жители заметили несколько дней назад. Это уже не первый случай, рассказывает Владимир Надров. Мазут в реке он впервые увидел еще в феврале. Причем отходы сюда не привозит. Грязный ручей течет из земли. Я, конечно, не думаю, что это машина. Машины следов я не вижу. Но вот эти, видите, промоены. Вот они в них, видно через верх. Вот шла эта труба. И вот через верх все. Вот видите, запах какой. Черные пятна на воде и резкий запах замечают и местные рыбаки. Вдоль берега. Там, ну, метров 30. Вот увидите. Там то, что вдоль берега, прям видно мазут. Это значит, где-то что-то сливали. Ну, конечно, это для рыбалки очень плохо. Потому что и рыба гибнет, и самим тоже дышать вот этим. О неприятной находке жители сообщили в социальных сетях. Специалисты Департамента городского хозяйства и экологии Самары побывали на месте и подтвердили, что на поверхности воды действительно есть мазутные пятна. Информацию передали в поднадзорное ведомство. Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям. Мы продолжим следить за ситуацией. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. В регионе станет меньше разливаек. 22 мая вступят в силу поправки в областной закон. Согласно новым правилам, если кафе расположено в помещении многоквартирного дома, оно должно соответствовать еще и нормативам арендуемой площади. В противном случае их владельцам грозят санкции. Какие, узнал Олег Зверев. Пока это заведение закрыто на карантин, но может получиться и так, что навсегда. Если не исключит из своего меню алкоголь. По информации районных властей, оно не соответствует новым требованиям содержания распивочных заведений. Расположено на первом этаже жилого дома и площадь зала обслуживания небольшая. Мнение жителей окрестных домов однозначное. Против того, чтобы пивнушки были там, где находятся жилые квартиры и дома. Еще какой шум создают, еще какие драки устраивают. Я, например, даже полквартала отсюда живу, мне ночью мешают, когда здесь собираются отдыхать молодые люди. Вот вы как к этому относитесь? Философски. Но понятно, что если рассуждать логически, то если в жилых домах, мы убираем это от жилых домов в какие-то специализированные места, конечно, это минимизирует вероятность столкновения порядочного гражданина, так скажем, с распустившимся. Федеральные законодательные изменения были приняты еще в апреле. И вот подобные новшества введены на региональном уровне. Поправки в областной закон подписал губернатор Дмитрий Азаров. Они вступят в силу 22 мая. Причем установленные требования еще жестче, чем на федеральном уровне. Если заведение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей территории, и площадь зала меньше 50 квадратных метров, алкоголя там больше не будет. Таковы были многочисленные пожелания жителей в городском департаменте экономического развития, инвестиций и торговли к исполнению готовы. Как будет организована работа, администрации внутригородских районов совместно с отделом полиции будут проводить рейды, заходить в объекты общественного питания. Соответственно, при несоблюдении 50 квадратных метров будут составляться протоколы по статье 6.5 закона 115 ГД об административных правонарушениях на территории Самарской области. И ответственность за это грозит на юридических лиц 70 тысяч рублей. Согласно замыслу законодателей, количество разливаек в зданиях жилых домов после этих мер должно сократиться в разы. Распивочным заведениям будет просто невыгодно оплачивать штрафы или аренду занимаемого помещения повышенной кубаторы. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. В Самаре приступили к благоустройству дворов. Работы идут по национальному проекту «Жилье и городская среда». Только в Кировском районе на этот год запланировано обновить территории возле двух десятков домов. За работами во дворе на улице Свободы наблюдала наша съемочная группа. Во дворе на улице Свободы работает тяжелая техника. Здесь завершают укладку нового асфальтового покрытия. К ремонту приступили в апреле. В график укладываются. Уже сделана полностью подготовка под проезжую часть. Это порядка полутора тысяч квадратов. Под парковки порядка 500-600 квадратов. Тротуары, вы видите, уже все сделаны. Это еще около тысячи квадратов. То есть асфальт уже. Все, ну и сейчас вот завершающий этап. Кладем асфальт. Ремонт двора по улице Свободы стал возможен благодаря активности самих жителей. Люди узнали о программе формирования комфортной городской среды. Вместе поработали над проектом и предоставили пакет документов в районную администрацию. От нас было необходимо подготовить план, как мы видим, что мы хотим, чтобы у нас было, и передать эти документы в администрацию. Мы это в сроке были сжаты, мы буквально за месяц все сделали. В рамках вот этого проекта как раз было придумали сделать нормальные хорошие парковки, чтобы люди не таскали грязь, и обновить площадку детскую и добавить нормальное футбольное поле. Всего в этом году в Кировском районе Самары по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустроить территории возле 22 домов. Работы в этом году начали раньше запланированных сроков. Кроме этого, район участвовал очень активно в программе губернатора содействия. Мы получили одобрение 7 заявок, достаточно интересные заявки. Кроме этого, по программе главы города Лапушкина Елена Владимировна, мы еще в прошлом году провели выбор территории. 31 территория у нас имеет финансирование по благоустройству по программе «Конструктор двора». Полностью завершить ремонт территории у 152-го дома по улице Свободы планируют к 1 июня. Жители надеются, что режим самоизоляции к этому времени будет снят, и они смогут отпраздновать открытие обновленного двора все вместе. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова